О готовности газового хозяйства региона к осенне-зимнему периоду на прошедшей пресс-конференции журналистам рассказала глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. По словам руководителя компании, мероприятия по подготовке всей необходимой инфраструктуры к отопительному сезону завершены еще в середине прошлого месяца. Мособлгаз входит в зиму готовым. Вся необходимая инфраструктура капремонта газопроводов, капремонта ГРП, газораспределительных станций, диагностика газопроводов. Все проведено в полном объеме. Сформированы все необходимые запасы оборудования на непредвиденные случаи, на аварийные случаи. Это трубы, это регуляторы, это комплектующие для спецтехники. Еще одной темой пресс-конференции стали накопившиеся долги. Жители, которые оплачивают газ по прямым взаиморасчетам с компанией, задолжали предприятию более 1 миллиарда рублей. Сумма огромная. Теперь руководство Мособлгаза вынуждено не только подавать в суд на нерадивых абонентов, но и перекрывать подачу ресурса в их квартиры и дома. Только в сентябре проведено более 2000 таких операций. У нас около 3 миллионов лицевых счетов. И вот здесь хочется сказать, что мы ощущаем очень видим ухудшение ситуации по сравнению с прошлым годом, потому что платежная дисциплина среди физлиц сильно просела. Рассказал Дмитрий Голубков и о состоянии резервного топливного хозяйства на объектах тепловыработки, которые требуют особого контроля. 50% предприятий области на этой статье расходов экономят, подвергая риску своих абонентов. А ведь такие запасы топлива необходимы в случае аварийных ситуаций на газопроводах. Если в мороз происходит порыв газопровода или еще что-то, котельная должна оперативно перейти на резервное топливо, которое у нее должно быть в наличии. Для того, чтобы не разморозить теплосети, для того, чтобы тепло продолжало подаваться в дома. И мы особое внимание уделяем этой теме. Своевременно информируем органы власти о состоянии резервного топлива на объектах тепловыработки. И хочу сказать, что далеко не всегда руководство теплосетей отдает себе отчет в том, что это крайне необходимая мера иметь резервное топливное хозяйство. Продолжение следует...